Это здание на главной улице Террасполя знакомо, пожалуй, всем горожанам. Оно недаром находится в самом центре столицы. В 70-х годах XIX века в нем располагалось Дворянское уездное собрание. Позже были съезды Советов Терраспольского уезда, потом Городской комитет партии и Кабинет партполитпросвещения. На протяжении многих лет здесь принимались важные для жизни города решения, а сегодня в этих стенах бережно хранится память нескольких веков и десятков поколений. В Международный день музеев, а этому празднику, к слову, в этом году исполняется 40 лет, мы оригинальными не будем и, естественно, поговорим о нашем столичном музее Терраспольском объединенном, в состав которого на сегодняшний день входит историко-краеведческий музей, собственно, вот он по мою правую руку, картинная галерея, она находится здесь же в этом здании, мемориальный дом музея нашего выдающегося земляка, академика Николая Дмитриевича Зелинского и музей истории Терраспольской крепости. Ну что ж, обо всем по порядку, начнем наше небольшое путешествие и поговорим о прошлом и настоящем наших музеев. Сегодня фонд музея – это историческая, культурная и духовная летопись Террасполя. О ее создании нам расскажет, конечно, главный хранитель городской истории Алла Антоновна Мельничок. Музей возник как историко-краеведческий, вот 8 мая нам было 59, мы 60-й юбилейный год своей жизни открыли, и все эти годы собиралась коллекция, и потом на основании этой коллекции создавались другие музеи. Ну, например, из коллекции Файницкого, завещанной музею и нашему музею-городу возникла картина галереи. В течение многих лет работал Военно-исторический музей штаба Каббригады Котовского, и он тоже был создан на основе собранных коллективом историко-краеведческого музея, музейных коллекций. Мы не объединение музея, мы объединенный музей, нас объединяет общая музейная коллекция. И создавалась эта огромная коллекция в первую очередь с головным историко-краеведческим музеем, по сути, с сердцем всего объединенного музейного комплекса. Работники музея и простые горожане по частицам собирали то, что сегодня оформлено в выставке и доступно всем нам. К слову, многие экспонаты действительно попали сюда благодаря именно простым терраспольчанам, чутким и неравнодушным к истории. Алла Антоновна, в музее действуют четыре постоянные экспозиции. Это одна из них. Это одна из них. Это единственная из всех наших экспозиций республиканского уровня. Она называется «Республика Слави», которая есть. Она много лет работает, с 2000 года. В 2015 мы вносили изменения, поскольку был юбилей 25-летия. Естественно, что рассказ мы начинаем с различного рода общественно-политических событий, с демонстрацией протеста, с митингом, с историей республики. Вот момент ее провозглашения. Далее, к сожалению, политическое противостояние перешло в военное, поэтому у нас есть экспозиция, которую мы называем «Экспозиция памяти погибших защитников Приднестровья». Это новое наше здание, если то старое здание, еще дворянское собрание, то вот эта пристройка сделана в 2010 году за стеной мемориала, тоже тогда преображенного. И в 2010 году, 1 августа, дню памяти, мы открыли эту экспозицию. В ней представлены материалы 804 погибших приднестровцев. Не все это в открытом доступе, потому что площадь небольшая, в электронном варианте есть все, а здесь представлены только те, кто награжден орденом за личное мужество посмертно. Это появление миротворцев в Приднестровье и страдание мирных жителей. То есть мы попробовали на очень небольшой территории представить разнонаправленные моменты нашей постсоветской приднестровской истории в ее, к сожалению, трагических моментах. Еще одна стационарная экспозиция «Террасполь. История. Традиции. Люди». Увидеть, каким был дореволюционный город, можно именно здесь. Об этом расскажут предметы быта, старые снимки и другие экспонаты, часть большого музейного наследия. Правда, это лишь малая доля того огромного фонда, который был собран за почти 60 лет. В музее больше 100 тысяч единиц хранения. Первый мы знаем – прялка под номером один. Какой на сегодняшний день последний? Мы подготовились, я так понимаю. Вот расскажите, это последний на сегодняшний день? Первое поступление в музей – это коллекция материалов, которые сдала сотрудник картинной галереи Светлана Михайловна Гончар. Это экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве художников, в том числе интересный художник, белорусский художник. У нас была его выставка в конце прошлого года «Сотворение мира Игнатенко». И в том числе коллекция, посвященная творчеству Виктора Ивановича Постойкина, известного принцессорского педагога и художника. Его именем буквально недавно названо Бандерское художественное училище. В стенах историко-краеведческого музея уютно устроилась и картинная галерея. Ее появлению в свое время способствовал Александр Федорович Файницкий. В газете «Днестровская правда» от 1960 года, она перед вами, можно найти статью, в которой художник писал, что городу нужна своя картинная галерея. И через два года она появилась, а совсем недавно, в марте, отметила свой 55-летний юбилей. За это время изобразительный фонд пополнился на 4000 единиц хранения. Это живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В год здесь проходят примерно 12-15 выставок, и после каждой фонд галереи пополняется. У нас проходят выставки разного уровня и разной направленности. Масштабно запоминающаяся выставка у нас была выставка немецкой художницы Габриэль Локштетт-Штраух. Это выставка современного искусства. Она была организована Министерством иностранных дел совместно с картиной галереи. И действительно, эта выставка была на высоком достойном уровне. Ее посетило очень много как местных наших жителей, так и гостей из-за рубежа. После каждой выставки художник оставляет одну, две, там бывает по три работы. Вот таким образом пополняются фонды Тираспольского объединенного музея. Важно отметить и ту работу, которую музейные сотрудники проводят с детьми дошкольного и школьного возраста. И это далеко не только экскурсии. Еще мастер-классы, информационные игровые проекты и тематические мероприятия. Так музей и история нашего края становятся ближе и к самым маленьким гражданам. Частенько дети заглядывают и в отдел природы историко-краеведческого музея, где наглядно отражен животный и растительный мир Приднестровья. Мы пропагандируем прежде всего охрану нашей природы, животного и растительного мира. Животные растения, которые занесены в Красную книгу, мы, конечно, говорим об этом с посетителями, с детьми. В экспозиции нашей это журавль-красавка, это болотная черепаха, это орел-беркут и многие другие еще. Какие-то экспонаты яркие, какие-то очень важны для того, чтобы нужно раскрыть природу нашего края. Это и рельеф, и какие местности, какие у нас зоны, лес и степная, и степная у нас зона. И рельеф нашей республики все-таки очень интересный. И наша главная река Днестр. Особое внимание всегда привлекают не только краснокнижные экспонаты, но и живые обитатели музея. Здесь можно увидеть красноухих черепах, более того, их можно еще и потрогать. По соседству уютно расположились рыбки и африканские улитки, ахатина. Есть у отдела природы свой негласный символ. Наша рыжая лиса, которую часто горожане уже знают. А это вы находитесь там, где лиса? Мы да-да, пожалуйста, приезжайте. Наша лисичка, она сидит на входе, она призывает. Вот так вот, как сказать, путеводная звезда нашего музея. Активно с детьми работают и в мемориальном доме музея Николая Дмитриевича Зелинского. Его двери открыты с 1987 года. Так что впереди еще один музейный юбилей, на празднование которого ждут правнука ученого Алексея Николаевича Плате. Он передал музею не один ценный экспонат. Возможно, совсем скоро будет и еще одно пополнение. Сейчас здесь уже более 300 экспонатов. Это личные вещи, переписка и, конечно, труды выдающегося химика. В нашем мемориальном доме музея академика Николая Дмитриевича Зелинского очень много подлинных экспонатов, которые передали нам его родственники и коллеги по работе. В частности, его трость, чернильница, записная книга, тюбетейка, которую ему подарили его ученики, когда он был в эвакуации со своим институтом химии. И основные подлинные предметы, которые находятся в нашем музее, подарила нам Раиса Николаевна Зелинская Плате, его дочь и книгу своих воспоминаний, в которой она описывает воспоминания дочери о Николая Дмитриевича Зелинском, не как о ученом, а как о человеке, который заботился не только о своих детях, но и заботился о тех студентах, которым он преподавал. Еще одна составляющая часть объединенного музея находится на улице Федько. Это самая старая постройка в городе. Когда-то здесь начиналась история нашей столицы. От никогда огромной по масштабам крепости сегодня сохранился лишь бастион Святого Владимира, где с недавних пор и расположен музей. Он открылся в 2014 году. Что важно, все музеи открыты практически каждый день и всегда ждут своих посетителей. В будние дни мы работаем с половины девятого до пяти вечера, а в субботу и воскресенье мы работаем с половины десятого до шести вечера, без обеденного перерыва, с тем, чтобы нас могли посетить в любое время, удобные для посетителей и маленькие, и взрослые, и пожилые. Найдутся предметы интереса для разновозрастных категорий. Прикоснуться к истории можно и нужно, и музей как давний хранитель памяти в этом способен помочь. Ежегодно ко дню музея выбирается тема всех мероприятий, которые проходят в рамках праздника. Это своего рода девиз. Так вот, одной из таких тем был выбран в свое время лозунг «Все мы в ответе за мировое наследие». Я вам позволю себе перефразировать в некий призыв «Давайте будем в ответе за мировое наследие» и постараемся сохранить его для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова